В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые очень часто появляются или обостряются в летний период. В гостях у нас Любовь Хохлова, врач-гастроэнтеролог Владивостокской поликлиники номер 3, заведующая городским центром здоровья, и Татьяна Минеева, врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае. Дорогие гости, здравствуйте! Здравствуйте! Любовь Владимировна, первый вопрос к вам, конечно, как к гастроэнтерологу. Какие заболевания относятся к заболеваниям желудочно-кишечного тракта? Желудочно-кишечный тракт состоит у нас из очень многих органов, начиная от ротовой полости, заканчивая толстым кишечником. Поэтому все заболевания – пищевода, желудка, желчного пузыря, поджелудочные железы, печени, толстого и тонкого кишечника – это все заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну и каждый орган может еще болеть по-разному, требовать разного лечения, разной профилактики. Но вообще, да, желудочные вот эти вот кишечные симптомы, они все несколько похожи между собой, да? Это там боль у желудки, где-то изжога, где-то… Тошнота, вздутие, да. Ну, как мы, бывает, только из разговора, без обследования какого-либо можем понять, какой орган человека болит, что беспокоит и что это может вызывать. Поэтому для каждого заболевания характерны определенные симптомы. Ну, например? Ну, например, вот сейчас, как бы, то заболевание, о котором часто все говорят, это гастроизофагальный рефлюкс. Готомня рефлюкс – это изжога, от которой все лечатся таблеточками, а часто достаточно, в общем-то, сменить образ жизни. Потому что рефлюкс – это заброс кисловосодержимого желудка в пищевую. За счет чего? За счет того, что жом, который смыкается при переходе из пищевода в желудок, он смыкается неплотно. И когда мы ложимся, когда мы наклоняемся после еды, происходит затекание кисловосодержимого в пищевод. Вот она изжога, боль, отрыжка. Отрыжка бывает воздухом, бывает пищей. И пищей даже в ротовую полость. И страдают и зубы, и у нас фаренгиты, и, может быть, даже и бронхиальная астма. То есть такое желудочное заболевание, которое можно нормализовать просто правильно, ведя образ жизни, может закончиться по-разному, вплоть до рака пищевода. Что для этого нужно сделать? Например, спать с приподнятым головным концом, где-то на 20 градусов. Если это кровать, то лучше подставить какую-нибудь доску, чтобы действительно было приподнято. Нельзя ложиться после еды в течение двух часов. Если очень хочется отдохнуть, обложитесь подушками, но вы должны быть в приподнятом состоянии. Нельзя наклоняться, стирать, обуваться. У вас должна быть ложка с длинной ручкой. После еды опять же. То есть вы забросили это кислое, оно вас будет беспокоить. Если это беспокоит долго, то возникают эрозии пищевода. Тогда уже не только изжога, но и боли. Боли очень сильны. Ну и говорила, чревато онкологией. Ну, это об образе жизни. Но ещё и диета определённая. Хотя тут тоже, если у вас кофе, шоколад вызывают эти боли и изжогу, значит, вы этого избегаете. Если нет, вы можете это есть. Ну, умеренно, да. Продукты-триггеры, как их называют. Да, и, конечно, все газированные напитки. Даже минеральную воду мы пузырики выпускаем. Ещё же решается этот вопрос, я знаю, операционным методом, но это уже другая история, более сложная, наверное. Если это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда часть желудка попадает в грудную клетку, периодически тогда уже сильные боли. И в зависимости от размера этой грыжи, тогда уже или оперируют, или опять же образом жизни всё решается. Татьяна Николаевна, а почему летом происходит обострение всяких кишечных инфекций? Вот, это наше любимое. Ну, дело в том, что наша такая хитрая приморская погода, в которой высокая влажность сочетается с высокой температурой воздуха, ну, представляет собой очень такую благодатную среду для размножения микроорганизмов, патогены в том числе. Поэтому у нас, как правило, вот обычно в июле месяце, в августе начинаются проблемы, связанные с недомоганиями, которые люди называют кишечной инфекцией, да, или пищевой токсикой инфекцией. А какие бывают кишечные инфекции? Ну, тоже, в общем-то, их как бы разряд такой очень большой. Наиболее часто встречается, вот если говорить про наш приморский край, наиболее часто встречается в это время года, это галлофеллез. Его еще называют болезнью недоваренных креветок. Потому что люди, да, потому что люди где-то участников, да, идя на пляж, приобретают себе в кулечке, в пакетике креветки, крабы там, да, челимов и медведок. И, естественно, там под пивко, с удовольствием на пляже, под солнышком употребляют это. Все, несколько часов пройдет, ну, может быть, там, может быть, пройдет два дня, и начинаются проблемы. То есть это сильные боли в животе, причем могут быть настолько интенсивными болями, что человек, ну, буквально вот скручивает его, вот он прямо, хочется ему в калачик свернуться, да. Может быть и температура, может быть рвота у человека. Естественно, при таких, и жидкий стул, при таких ситуациях обязательно нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Другая проблема у нас – это ротовирусные, интеровирусные инфекции, которые тоже часто возникают в этот период времени. Ну, какая-то проблема. В основном это купание в нашем море, когда человек плывет, отфыркивается, заглатывает воду, да, из акватории, и эти микроорганизмы поступают ему в желудочно-кишечный тракт. То есть тоже самое, также проблема вот с желудочно-кишечным трактом возникает. Что ещё у нас имеется – это вирусный гепатит А. Ну, кстати, вирусный гепатит А в последнее время, или в простонародье желтуха его называют. Не желтеет, да? Нет, стал снижаться, то есть заболеваемость стала снижаться. Опять-таки тоже его можно подхватить и в воде, и при употреблении каких-то загрязнённых продуктов. Наша беда – это мухи. Опять-таки, да? Ой, фу, гадость. Не будем о мухах. А здесь хорошо то, что, в общем-то, от вирусного гепатита А имеется прививка. И она высокоэффективная. То есть если человек не хочет заболеть этой инфекцией, он может сделать себе прививку, а вакцинация делается с одного года однократно. Ну и дальше по возрасту уже там как бы без ограничения возраста. И вот ещё хотелось бы остановиться на сальмонеллёзной инфекции. Ну это, в общем-то, бич как бы кремовых изделий, молочных изделий. Когда в жаркую погоду приобретаются, опять-таки, торты пирожные с кремом и употребляются в пищу, причём без соблюдения каких-то сроков хранения. То есть могут оставить этот торт на столе, поужинали и на ночь оставили, забыли его, потом утром доедают. То есть вот это очень-очень как бы нехорошо для нашего здоровья. Да. Я, кстати, почему про гепатит сказала, не желтеет. Мне мой гастроэнтеролог как-то говорила, что бывает так, что гепатит А протекает в безжелтушной форме. Может быть, конечно. Может быть, в стёртой в такой форме. Поэтому да. Даже если вы не пожелтели, всё-таки... Но дело в том, что есть такое понятие, как бактерионосительство. То есть человек, ну любой из этих кишечных инфекций, которые мы перечислили, он чувствует себя, в принципе, удовлетворительно. У него даже может быть не быть таких симптомов острых. Но он имеет в своём организме возбудителя той или иной инфекции. И он как раз становится источником заражения окружающих, своих близких. А как передаются они эти кишечные инфекции? Передаются они, в общем-то, такой фермер, фекально-оральный путь. То есть опять-таки через грязные, немытые руки, при несоблюдении каких-то гигиенических норм. Почему мы говорим вот избитая такая, в общем-то, фраза, которую мы из ряда в раз повторяем всегда, да? Но тем не менее люди забывают почему-то. С туалета вышел, помыл руки. С улицы пришёл? Есть пошёл, помыл руки. Пошёл приготовить еду в кухню, помыл руки. То есть вот таким образом нужно соблюдать какие-то гигиенические нормы. И, естественно, это соблюдение технологий приготовления и соблюдение сроков хранения этих продуктов. Потому что в такую жаркую погоду, в общем-то, особенно винегреты, какие-то студни, даже в холодильнике больше суток хранить ни в коем случае нельзя. И хотелось бы ещё отметить вот такой момент, что даже кипячёная вода может стать источником заражения какими-то вот этими инфекциями. Потому что оставляем остудиться эту воду, налили мы её, да, там где-то в банку какую-то, да, в чашку. Оставили её остудиться, ну, допустим, на подоконнике. Через два часа она остыла, но через два часа солнышко на неё так подействовало, что там начинают размножаться опять-таки бактерии. Короче, ничего не есть, ничего не пить, в море не купаться. Воду если поставить в холодильник. Понятно. Так, тогда у меня такой вопрос. Если это не острые кишечные инфекции, да, ну, с ними более-менее понятно, то в случае с заболеваниями ЖКТ, в принципе, люди какого-то возраста определённого им подвержены, какого-то пола, не знаю, там, носителей чего-либо, каких-либо генов, может быть, вот кто подвержен заболеваниям? Ну, вообще, и дети, и взрослые, и люди любого возраста. Ну, есть такая статистика, что чаще язвенная болезнь, она у мужчин, там, 20-40 лет. Онкология уже чаще развивается после 40 лет. Есть определённые заболевания у людей с ожирением. И даже когда они начинают худеть, эти заболевания могут уходить, как гепатоз, например, жировая болезнь печени. Есть, и мы считаем часто, что это наследственное, да, вот, ой, у нас все такие полные. А это культура питания. Ну да. Потому что перекамливают детей, внуков и так далее. Вот она идёт наследственность. Просто надо вовремя сразу нормально кормить. Ну и соблюдая правила рационального питания, можно коротко о них сказать, да? Да, конечно. Здесь, в общем-то, можно предотвратить и обострение хронических заболеваний, и возникновение каких-то заболеваний уже изначально. Это самый первый питьевой режим. Желательно вообще вставать утром, пить тёплую водичку. Она будет стимулировать работу желчного кишечного тракта, освобождать от шлаков, активизировать работу желчного пузыря. В течение дня мы должны выпивать воды 30 мл на килограмм веса. То есть, если вы весите 70 кг, то где-то 2 литра воды вы должны выпить. Лучше это делать перед едой. Таким образом, вы можете ещё немножко снижать себе аппетит и объём потребляемой пищи. Следующее правило – это обязательно в рационе должны быть овощи и фрукты. Не меньше 400-500 грамм. Это не только источник витаминов, минералов, но и, опять же, усиливает перистальтику, нормальное поражение идёт кишечника. Далее мы должны правильно распределять калорийность. Завтрак где-то 25%, второй завтрак может быть – это 12%, обед – 35% и ужин – 25% от всей калорийности. Обязательно должна быть рыба 2-3 раза в неделю. И из мяса желательно красное, конечно, мясо. И достаточно 80-100 грамм, где-то 2-3 порции в день – мясо, рыба. Далее, что ещё можно сказать – это, конечно, исключение вредных привычек. Алкоголь, курение – всё это будет обострять, провоцировать развитие заболеваний. Молочные продукты – они нам необходимы, но если есть склонность к метеоризму, вздутию, газообразованию, это проблемы с пожелудочной железой, с кишечником, лучше молоко избегать, а вот кефир кисломолочный можно принимать. Сахар – ограничиваем до 6 ложек в день. Соль – до 5 грамм. Мы недосаливаем пищу и стараемся избегать готовых продуктов, таких как ветчины, сосиски, колбасы, там очень много соли. Соль задерживает воду в организме, и если человек гипертоник, вызывает повышенное давление, ну, отёки, ясно, чего хорошего нет от этого. Хотя соль нам тоже нужна, как источник минералов. Ну, что мы ещё можем сказать? Конечно, жиры. Жиры нам нужны, но нужны полезные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты. Это оливковое масло, там, тыквенное масло, например. Можно салаты даже не маслом заправлять, а лимонным соком. И поэтому, в общем-то, даже бывает в летнее время калорийность еды увеличивается за счёт того, что мы едим вроде салаты, но заправляем обильное красительным маслом. Да, тоже здесь должны быть ограничения. Ну, и маргарину, конечно, мы вообще убираем из своего рациона. Ну, это рекомендации, наверное, мне кажется, именно вот для здорового человека, да? Ну, как там, с какими-то, может быть, отклонениями небольшими, которые у всех встречаются. Но ведь есть и те, кому, допустим, нельзя овощи, вот овощи-триггер, нельзя молоко, потому что лактозная переносимость, да, целиакия, хлебобулочные продукты мы не едим. Ну, тут можно перечислять. Конечно, каждому заболеванию у нас там есть диета 1, это обострение гастрита, это очень щадящая диета, практически там всё на пару. Да, и, кстати, ещё один принцип. Мы варим, тушим, запекаем без масла, вот тогда это всё правильно. И даже если мы имеем хронический гастрит в анамнезе, но у нас нет обострения, мы можем питаться более-менее как бы... Нормально. Нормально, да. Но если обострение, то ясно, уже человек сам не съест этот жирный кусок или острую пищу. Это первое. Второе, например, это пятая диета, это заболевание желчного пузыря печени. Там ограничение идёт с жирной, с жареной пищей однозначно. Поджелудочная железа – это четвёртая диета. То есть для каждого заболевания есть своя диета, где можно прочитать. В основном это способ обработки пищи. И если овощи вызывают ждутие, то их можно принимать в тушёном, варёном виде. Поэтому полностью их исключать нельзя. И когда я говорила тоже про овощи, то картошка у нас в них не входит. Это немножко другой овощ, который вызывает много углеводов, вызывает много... Тоже не вызывает, а приносит нам много калорий. Если для человека это принципиально, то картошку лучше избегать. Где-то я прочитала, что у женщины и картофель несовместимы. Но это так, шутка. А как предупредить возникновение какой-либо болезни в организме? Придерживаться тех мер, которые вы только что назвали? Соблюдать правильный образ жизни? Это, конечно, правильный образ жизни. Это исключение вредных привычек. Но если вы хотите употребить спиртное, то хотя бы на сытый желудок, не травмировать его, то не можно справиться с привычкой курения. Тоже не курите натощак. Это тоже очень сильно раздражающий фактор. Это диета. И часто еще провоцируют и стрессы. Стрессы, которые постоянные. Здесь нужно успокаивать свою нервную систему. Ведь у нас многие заболевания, они так функциональные. Когда мы обследуем человека, у него ничего не находим. СРК, функциональная диспекция. Это синдром раздраженного кишечника. Они все сделали. И колоноскопию, рентгены, все гастроскопии. Ничего нет. Мы ставим синдром раздраженного кишечника. И не зря его и антидепрессантами иногда лечат. Потому что успокаивая нервную систему, человек нормализует свое состояние. Поэтому нервная система, сон нормальный. Мы должны спать не меньше 7 часов. Потому что есть такой гормон кортизол, который будет провоцировать вам различные тоже состояния функциональные. Успокоив нервную систему, мы успокоим многие заболевания, предупредитим их. В общем-то, правила рационального питания, они подходят всем. Не обязательно здоровым. Диету, конечно, придерживается каждый по своему заболеванию. Во время обострения, и даже не обострения, можно периодически пропивать минеральную воду. Тоже соответственно своему заболеванию. Это, конечно, нужна консультация все-таки врача. Но минеральная вода помогает очень хорошо. Очень хорошо помогает санаторно-курортное лечение. Именно хроника. Поэтому запланировать себе такую поездку, например, как каски минеральной воды, ну, надо. Именно людям, страдающим, такими заболеваниями. Татьяна Николаевна, а как предупредить кишечные инфекции? Ну, понятно, мыть руки. Ну, конечно же, это обязательно в первую очередь. Ну, естественно, я уже говорила, да, это соблюдать технику, технологию приготовления пищи, да, это соблюдение сроков реализации продуктов. Долго не хранить их в открытом месте. Вот, допустим, часто очень по пути на пляж берут арбузы, покупают. И чтобы они остыли, не были теплыми, их кладут где-то в прибрежной зоне в воду. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что, опять-таки, если там в теплой воде размножаются какие-то бактерии, да, вирусы, да, бактерии, то все равно они на поверхности арбуза будут сохраняться. И недостаточно того, что арбуз этот будет помыт этой водой. То есть это даже, наоборот, на вред. То есть если мы моем продукты, овощи, фрукты, то должны мыть чистой, проточной водой обязательно. Я вспоминаю свое детство. Знаете, мы все время проводили его на островах с родителями где-то. У нас был свой катер. И, господи, да мы в этой соленой морской воде мыли все, что угодно. И ничего с нами не случалось. А тут один раз искупался, значит, и все. И в инфекционную больницу первым рейсом. Острова были другие? Острова, да, наверное, были другие, да. Глопочистая. Глопочистая вода. Дело в том, что и купаться-то надо в специально отведенных, разрешенных, вернее, местах, да. То есть там, где имеются разрешения Роспотребнадзора. Можно выйти на сайт Роспотребнадзора тем, кто хочет специально поинтересоваться этим, да. И там прямо список этих акваторий, в которых можно купаться, в которых запрещено купаться. И таким образом, ну, самое что простое, так это посмотреть на табличку «Купаться запрещено», да, есть она или нет. Хотя они не всегда бывают, эти таблички. У кого острая кишечная инфекция может вызвать какое-то тяжёлое состояние? Ну, в первую очередь, это дети. Конечно, маленькие дети, причём грудного, если возраста, ребёнок до года. Происходит очень быстро обезвоживание организма с потерей жидкости через каловые массы, через рвотные массы. И, естественно, такой ребёнок может возникнуть, у него судороги могут, может впасть в кому. То есть здесь очень осторожно. И осторожно нужно соблюдать, конечно же, диету и маме, которая кормит грудным молоком, потому что она может что-то съесть, что-то съесть, и ребёнок следом за ней съест то же самое, того же возбудителя. А диеты нужны во всех случаях? И в случае с острыми кишечными инфекциями, и в случае с заболеваниями ЖКТ, или всё-таки нет? Ну, знаете, когда человек страдает какой-то кишечной инфекцией, вряд ли он... Там просто есть не хочется. Вряд ли он там захочет что-то есть. Но с другой стороны тоже, конечно же, если это рвота, допустим, была неоднократная рвота, то нужно воздержаться в течение 10-12 часов воздержаться от нагрузки на желудочно-кишечный тракт, то есть не наедаться. То есть лучше, конечно, водный какой-то баланс соблюдать, побольше воды пить, и пища должна быть какая-то лёгкая, допустим, там смятку, яйцо, такое что-то, пюре какое-то, да, допустим, если, ну, может быть, какой-то мясной какой-то мус такой сделать из курицы, да, то есть для того, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт. И не молочная. И не молочная, да. Любовь Владимировна, ещё у меня вот такой вопрос очень интересует. Могут ли, можно ли заниматься спортом тогда, когда у тебя есть какие-то, ну, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, если они в обострении, например, находятся? Ну, спортом всегда надо заниматься, это профилактика, опять же, смотря какие нагрузки. Опять же, мы говорили про герб. Здесь нельзя напрягать пресс. Мы будем напрягать пресс, у нас будет запрос, опять же, сокращения и желчи, и кислоты из желудка. Здесь противопоказано. У нас же есть понятие, это кардионагрузки и силовые нагрузки. И поэтому кардионагрузки, походить на дорожки, это нормально. Потанцевать, опять же, это тоже хороший расход энергии, хорошая гимнастика. Мужчинам уже нужно смотреть все проблемы с печенью, там, желчный пузырь, дискинезия, деформации. Здесь, ну, как и у женщин, в общем-то, все силовые нагрузки. Здесь нужно, особенно с сокращением пресса, с наклонами, надо избегать. Опять же, мы будем провоцировать обострение заболевания. И такой спорт уже на пользу не пойдет. А двигаться надо обязательно в любом случае. Даже вот при этом же гербе мы ложиться не можем, а вот пойти на дорожку походить, это пожалуйста. Можно в таком щадящем режиме походить. После еды вообще как бы не рекомендуется заниматься. Но и когда и лечь нельзя, то лучше уж так в щадящем режиме. Поэтому я рекомендую заниматься спортом. Ну что ж, пожелайте тогда что-нибудь нашим зрителям в этот сезон летний. У нас еще сентябрь, впереди тоже теплый. Мы желаем все-таки позаботиться о своем здоровье, следить за тем, что едят люди, сколько они едят, и избегать обострений хронических заболеваний, не наживать себе новых заболеваний, в том числе и кишечных. Да, время – это летнее время. Это время, когда мы можем скинуть лишний вес, поплавать, позаниматься спортом, есть легкую пищу. Нам не нужно много калорий, чтобы согреться, как зимой. Поэтому я советую пересмотреть свое меню и больше пить в такую погоду. Обещают нам жару и духоту. А есть можно воздержаться от больших порций. Ну что ж, я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и острых кишечных инфекциях. У нас в гостях были Любовь Хохлова, врач-гастроэнтеролог Владивостокской поликлиники номер 3, заведующая городским центром здоровья, и Татьяна Минеева, врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин